Сегодня мы с вами продолжим изучение Рошак Трактату Псахим и урок высвящается в лирифуа шлема шель Агува Батася в Исраиле Итак, на 12-м параграфе 10-й главы мы остановились Они сначала думали, что так же, как в случае кидуша Как мы говорили, если человек сидел и ел трапезу, допустим, в пятницу вечером и начался шаббат, то нужно прерваться и сделать кидуш Помните, на предыдущем уроке мы обсуждали, что есть разные интерпретации Нужно ли прерваться за ходом солнца или то, когда выйдут звезды Но в любом случае прерваться нужно Распространяют на хлеб мапа, какой-то скатерть, что-то кладут и делают кидуш, а потом продолжают трапезу Так они подумали, что, наверное, и в случае Гавдалы такой же закон Что если человек сидит и ест трапезу в конце субботы и наступила... закончился шаббат, да, наступила ночь то нужно прерваться и сделать Гавдалу На это сказал Равамрам Что в случае Гавдалы это не так То есть суббота, когда пришла, ее нужно встретить Но когда суббота закончилась, не нужно ее, так сказать, выгонять Никакого нету... никакой митсвы поскорее закончить шаббат Наоборот, если человек хочет продолжать субботу и продолжать субботнюю трапезу Вот так сегодня делают очень часто В отличие от эры в шаббат, как раз в пятницу никто не устраивает трапезы Так, чтобы они продолжались и делать кидуш посередине трапезы Так никто не делает Обычно в это время идут в синагогу, молятся Потом приходят домой уже и делают трапезу А вот как раз в Моце-Шаббат это наиболее частая ситуация Так именно и поступают и дома, и в синагогах, где делают тоже Во многих, особенно хасийских синагогах, делают третью трапезу Так они начинают с заходом солнца примерно Около захода солнца, и потом едят, разговаривают, слова Торы говорят, поют субботние песни И так это продолжается, и потом молят священную молитву, когда хотят Есть и хасийские синагоги, когда ребят долго, может быть, рассказывает какие-то Два удивления Тора и духовные вещи Очень обычно, так сказать, чувствуют люди подъем определенный во время эмоций шаббата И когда суббота уходит постепенно, но не обязательно, так сказать, это сразу отмечать ее уход Можно продолжать субботнюю трапезу и не торопиться делать хавдалу Главное, чтобы начали вовремя В смысле, невозможно начать, когда уже ночь наступила, но когда начали вовремя, то потом можно продолжать сколько хочешь И так, значит, амарав, эйна коват, для гавдала эйна коват, в отношении гавдалы, она не кове, не, так сказать, устанавливает Моций шаббат не прерывает трапезу, не нужно гавдалу срочно делать Но это только при условии, что начал человек вовремя, тогда не нужно прерываться Но начинать трапезу, когда уже суббота закончилась, это нельзя Пока не сделают хавдалу И говорит еще, что насчет хевсек, то, что мы сказали, не обязательно прерывать трапезу, это именно в отношении еды Но в отношении питья нужно прервать В смысле, он имеет в виду, не то, что во время трапезы человек так же пьет Если он во время трапезы пьет, то, конечно, он продолжает трапезу, он может и есть и пить, столько, сколько нужно Раз он начал трапезу вовремя, как мы сказали, пока он не закончит, он не обязан сразу же, как только вышли звезды, делать хавдалу Он может и есть и пить Имеется в виду, если он изначально не ел, а только пил То есть он сидел, например, пил вино и закончился шаббат То тогда он должен прерваться и сделать хавдалу, а не продолжать сидеть пить Написали большинство постским, что это относится к любой еде, кроме хлеба То есть если не сделали хамот, если не делали броху на хлеб, то не продолжать уже, когда закончится шаббат Это относится и к питью, и к другой еде, кроме хлеба Поэтому только если сделали хамот, и тогда уже можно есть и пить все, что хочешь Даже когда уже закончился шаббат А вот если сидели и, например, ели бананы или огурцы, или даже мизунот, по некоторым мнениям, если даже ели, допустим, сдобное, и между тем зашло солнце и вышли звезды, то уже продолжать трапезу нельзя. Некоторые говорят, что сразу за ходом солнца уже продолжать трапезу нельзя. Раз хлеб не ели, то нужно сразу прерваться, и потом уже, когда сделают хавдалу, можно будет делать новую трапезу. Значит, еще условие, тут уже в мягкую сторону, да, предыдущие условия я говорила в строгую сторону, что если ели хлеб, только можно продолжать, а не если хлеб не ели, если пили вино или там пили пиво. А теперь, наоборот, в мягкую сторону. Мягкость в том, что воду можно пить, а именно виштия нами луамран или бихамра вишихра, что про питье это имеется в виду как вино или пиво, другие напитки. А вальма и литланба. Но пить воду это не проблема. В смысле, по букве закона можно пить воду, даже когда вышел шаббат. Если человек чувствует жажду, и еще хавдала не была сделана почему-то, и хочет попить водички, то это можно. Но Аризаль был против этого, хотя по букве закона, как говорится, можно. Говорится, что раввины в доме учения равваши не беспокоились о том, чтобы пить воду. Вода не считается такой важной, чтобы нельзя было до хавдала пить воду. То есть получается, когда закончится шаббат, ничего нельзя есть и пить, кроме воды. А по Аризальу и воду не следует. Только когда сделать хавдалу можно. Что также говорит, есть диспут равва и шмуэля насчет всего этого закона. Есть ли концепция, как в случае китуша, так и в случае гавдала, чтобы прерваться. И что у нас халаха как равв, что не нужно прерваться. Халаха кирав би исури. Есть такая концепция, что халаха идет как равв в случае исурим, в смысле. Если есть диспут равва и шмуэля, если спорят о бизнесе, о законах хошен-мишпад, низиким, то халаха как шмуэль. Говорят каббалисты, что у него корень души был с левой стороны, и что он был связан со всем, что связано с бизнесом, с хошен-мишпад. Судом дословно, да? Галаха киршмуль бидзини. Все, что связано с судом, халаха как шмуэль. Во всех остальных законах, будь то запреты, или вот как здесь, хавдала, это все халаха как равв против шмуэля. Убаль ха итур переш, делу плиги равв вишмуэль, вихада амар лихавдала эйна коват, кай амайдака амар лиху шаббат коват нафша мисфейка, вицрихим левсик, афальпиша аден лохашиха. Мигаю сабурим ломар дыху аден лихавдала, ша царих левсик, бисафик хошиха. Виамар лиху лихавдала эйн царих левсик. Мисафик. Лисюдат шаббат. Адши тиха шех вадай. Значит, есть мнение, он говорит, Бальха Итур, это был великий Ришон, которого часто цитируют, но у него много псаков, много его решений не стали халахой и во многом с ним спорят, как и сейчас Рош тоже с ним поспорит. Кстати, шуханарх его мнение привезет, как некоторые говорят, но у нас халаха не как это мнение в любом случае. Так вот, что считает Бальха Итур? Что изначально, когда они спрашивали этот вопрос, речь шла о сафек хошиха, когда может быть стемнело, то есть между заходом солнца и выходом звезд. Сумерки. Венаш Машот. Вот про этот период времени, про кидуш мы считаем в строгую сторону, по мнению Бальха Итур, что с заходом солнца уже нельзя есть, пока не сделают кидуш. Если трапезу начали в пятницу, нужно прервать ее с заходом солнца. Так у них был вопрос насчет хавдалы похожий. Нужно ли прервать трапезу, как только зайдет солнце в эмоции шаббат? И на это заключение, что не нужно. Но когда уже стемнело полностью, и вышли звезды, и по всем мнениям считает Бальха Итур, что с этим согласны Ирава и Шмуэль, что нужно прервать уже трапезу и сделать хавдалу. То есть получается, что можно только в сумерки продолжать трапезу, как только стемнело, нужно будет сделать хавдалу. И сейчас Рош скажет, что он не согласен с этим псаком. Вей надворим шальтам. Это нелогично. Это очень далеко представьте, что все эти детали, о которых речь шла, разница между едой и питьем, разница между кидушем и хавдалой, разница между водой и остальными напитками. Что все это только речь идет про бенашмашот, про сафик хоших, когда неизвестно, стемнело или нет. Окей, тринадцатый параграф. Теперь у него другой вопрос, что из всего этого видно хотя бы, что они таки трапезу делали близко к концу субботы. Ведь о чем здесь речь вообще во всей этой суги? Что человек начал трапезу перед заходом солнца и продолжает потом, пока стемнело, и потом, соответственно, вопрос, нужно ли прерваться для хавдал или нет. Значит, выглядит, что, во всяком случае, трапезу они делали в этот период времени между Минхой и Марев. Ну, говорит, у нас сейчас есть люди, которые осторожны, чтобы никогда так не делать. То есть, никогда не делают третью трапезу между Минхой и Марев. Такое мнение тоже приводит Роману. У нас, халаха, некак это мнение сегодня. Сегодня как раз наоборот. Большинство предпочитают делать трапезу, именно третью трапезу после Минхи и до Марев. Это лучшее время для третьей трапезы, а пока боле, а резали, возможно, что это только так и следует делать, как приводит к афахае. Сегодня почти все так делают. Но когда-то был диспут на этот счет, когда устраивали третью трапезу, до Минхи или после Минхи. Ведь до Минхи есть другая проблема, если устраивать трапезу, потому что есть вообще общий запрет не есть перед Минхой, вдруг забудешь и не помолишься Минху. Поэтому есть диспута, какое время тогда можно есть и сколько можно есть, да, небольшую трапезу, и если это еще время, когда большая Минха, так называемая, первая половина, половина от второй половины дня. До Минхи Ктаны, так называемой, да, до последней четверти дня. В общем, это все было мнение, как он сейчас приведет, это на самом деле Роману там так считал, что и после Минхи нельзя есть. Как мы сейчас увидим, они считают, что это опасно. Вот. Но из нашей геморы, говорит, Рош, казалось бы, выглядит, что они ели-таки после Минхи. Есть, говорит, те, кто осторожны, чтобы не делать трапезу между Минхоймарев, без шаббат. Тут написано Моша, скорее всего, это Мишулам. Да, кажется, Равинка, с которым спорил Робину там, это был такой Робину Мишулам, у них несколько было споров. Есть в Сефире Яшар, с его Робину там, у нас же в Тософот, Робину там часто цитируется. Многое из того, что они цитируют, есть в самой книге Робину там, называется Сефире Яшар. Ее сравнительно недавно опубликовали полностью. Так вот, мы можем сравнить, да, что именно пишут Сефире Яшары, вот все эти его ответы, Робину Мишуламу, с чем он не согласен. Поэтому, я думаю, здесь ошибка переписчика, когда написано Робину Моша, имеется в Робину Мишуламу. Что Робину Мишулам установил, чтобы ели именно после Минхи трапезу. Что у них какой-то был Минхи, да, я не знаю, у нас, кажется, вообще этого всего нету, но какой-то у них была какая-то легенда, что есть опасность, что когда пьют воду, говорит, между Минхой, вернее, там не сказано между Минхой, сказано Бена Шмашот, когда пьют воду в сумерки в Шаббат, они как будто воруют у мертвых, что бы это ни значило. Что он говорит, что было в городе Лотир, такая ситуация, что они в опасность попали. Знаете, в те времена много было разных таких историй, ведь бывало, что человеку действительно по какой-то причине стало плохо, но из-за этого появляются такие табу, что вдруг это из-за опасности, что есть опасность, в принципе, есть между Минхой и Маревой, там во время Бена Шмашот есть. Он говорит, что то, что говорят Цидок Хадин, Цидок Хадин это молитва, которую говорят обычно, когда кто-то умер. У нас нету мамыш здесь Цидок Хадин, он имеет в виду три стиха, которые говорят в Минху, в Шаббат. Они все там имеют слово Цидкатыха, Твоя Милосердие Всевышний, Твоя Цедек, Твоя Праведность, что ли, Цидкатыха, Кихарере и так далее. Вот эти три стиха говорят, что это сопротив трех Йорцайтов, что в это время умер Моше в том числе. Поэтому не занимаются Торой в это время, в Медраше, в Бет Медраше, между Минхой и Маревым. Когда мудрец умер, то в это время, на какой-то срок, пока траур по нему, был закон, что не занимаются в Бет Медраше. Моше он как бы общий наш раввин всех евреев, поэтому был какой-то обычай не заниматься Торой между Минхой и Маревым в это время, когда он умер. Так вот это все он заключает, этот мудрец, которого он здесь цитирует, какой-то мудрец из Мата Махасия, что этот, говорит, этот Медраше для Настора, этот обычай для Настора. Вигады Машма Бешматин Шаю Хлимсов, он приходит, что теперь возвращается назад. Из Геморры выглядит, что никакой проблемы не было, и они ели между Минхой и Маревым. Так как можно это объяснить? Мириши Итхилу Мебед Йом. Так он отвечает, что они начали еще днем. Днем, эту трапезу. Казалось бы, непонятно. Конечно, они начали днем, иначе без того нельзя начинать без хавдалы трапезу. В Тософот более четко написано, там сказано, что они начали еще до Минхи. Что может быть, то, что здесь рассказывается в Геморре, что они ели трапезу, и потом закончился шаббат. Имеется в виду, когда они начали до Минхи трапезу, и потом помолились Минху, а потом продолжили трапезу. Но после Минхи уже нельзя начинать трапезу. И еще, говорит он, дальше. В Ихиши, он ответил, видимо, Рабину Мишулам ответил Рабину Таму. Что он нашел в Мидраше другую версию. Что опасность это пить воду в эре в шаббат, в сумерке. А не после субботы. И еще, говорит, если говорит, что в субботу в Минху умер Моше, это тоже, говорит, не так. Это ошибка. Что он говорит, что есть другой Мидраж у Хазаль, который четко говорит, что Моше в день своей смерти написал свитки Торы. Так как же он мог писать, если он умер в субботу? Поэтому ясно, что Моше не умер в субботу. Вед, Муха биседру лам, теперь в шаббат не втар. И, говорит, можно из книги Седру лам, это Мидраж, который занимается всей хронологией. Раша его очень часто цитирует в комментариях Тория. Так там, говорит, очевидно, что Моше умер в пятницу, а не в субботу. Он говорит, что этот Мидраж, Седру лам, он описывает, что день падения стен Ерихо было 28-го Нисана. И это произошло в субботу. Получается, если в субботу было 28-го Нисана, то Рош-Ходэш наверняка был, получается, первого Нисана. То есть, был в первый день недели. Чтобы 28-е число пало на шаббат, значит, первое число пало на воскресенье. Значит, если первого Нисана было воскресенье, тогда Рош-Ходэш Адар предыдущий, когда Моше умер в седьмого Адара считается. Значит, Рош-Ходэш Адар тогда, получается, был в шаббат. Если в воскресенье падает Рош-Ходэш Нисан, значит, предыдущий Рош-Ходэш падает на шаббат. И тогда седьмое число. А теперь, если ты спросишь, почему же тогда говорят эти стихи в Минхо Циткатыха и так далее, это по другой причине. Что считается, что после субботы возвращаются назад, судятся снова грешники. Что мертвые, они в шаббат как бы тоже отдыхают, а потом возвращаются на суд в Гихином, те, кто заслужили. Поэтому говорят эти стихи про праведность Всевышнего, так же, как после смерти человека говорят. Теперь, другой вопрос. Если человек забыл сделать кидуш или по какой причине сделал кидуш в пятницу вечером, в ночь на шаббат, он может сделать потом кидуш днем? Говорят, что рассказали другие мудрецы, что и Гавдалу можно сделать и позже, если не сделали. В моце шаббат можно сделать дальше. Сейчас он напишет, сколько именно времени можно ее сделать. Так же и кидуш, если не сделали в ночь на субботу, можно сделать днем. В смысле, полный кидуш со второй брохой тоже. Кидуш утренний у нас только броха в Реприагофен. А здесь будет еще вторая броха, если ночной кидуш не сделали, то ее делают вторую броху тоже днем. Значит, то же самое сказал Рава. Что, во-первых, если человек даже поел уже, он не имел права есть, пока не сделать кидуш, но если поел, он бедеевит делает кидуш все равно. И более того, можно сделать кидуш даже днем, если не сделали ночью. И то же самое насчет Хавдалы. Если он поел, он делает Хавдалу даже после того, как поел и поступил неправильно. И хавдалу можно делать всю неделю после этого. Так спрашивает Гемора, а от кама, что значит всю неделю? Неужели всю неделю, если человек не сделал хавдалу после субботы, он что, может хавдалу делать потом в следующий четверг, например? Так какого времени может делать хавдалу? Только до четвертого дня не включительно, в смысле до среды не включительно, то есть вторник. Три дня недели первые считаются еще одной к предыдущему шаббату. Ведь шаббат это не только седьмой день недели, он в каких-то проекциях духовных считается как середина, как центральная свеча в миноре. То есть идея как бы, что три дня до субботы и три дня после. Поэтому еще три дня после субботы можно сделать хавдалу, если не сделали сразу после субботы. Только на огонь уже не делается и на бисамим броха. И так же говорится дальше. Что также в отношении гитин, гетто говорят, что три дня считаются недели после предыдущей субботы, а три следующих дня это перед следующей субботой. И так приводит Шухонару, Хирама, но Шухонару приводит и другое мнение тоже, что только в сам день после шаббата, то есть только в воскресенье еще можно сделать хавдалу днем, если не сделали ночью, но уже в остальные дни нельзя. И на практике некоторые сифардим, если забыли сделать хавдалу в моции шаббат, то делают потом без имени Всевышнего. Там сложная процедура, я не буду сейчас в это вдаваться. В любом случае, если девятая ава падает после субботы, то все разрешают для нас делать хавдалу после воскресенья уже, в ночь на понедельник, когда закончится девятая ава. Но не на свет, не на огонь, как я уже говорил, что только ночью после субботы можешь делать броху на огонь. И такой же закон насчет бисамим, как я сказал, что на пряности, на благовонии уже тоже не делают броху. Хотя можно отдельно сделать броху на благовонии в любое время, это же просто броху для удовольствия, поэтому человек хочет понюхать какие-то запахи хоть сейчас и сделать на это броху, это пожалуйста. Но не как часть хавдала, чтобы это не было перерывом между брохой на вином и питьем. Еще обучили наши мудрецы, что здесь выбор, что больше, так сказать, вложить на что, на ночную трапезу, да, более вкусно сделать, более, там, кого-то, так сказать, уважить ночную трапезу или дневную, то дневная важнее. Если человек бедный, он не может и ту, и другую сделать хорошо, так сказать, по-субботнему. Лучше ночью поесть только хлеб, например, а днем поесть мясо и вкусные вещи, чем наоборот. А вот кидыш, тут важнее кидыш ночной, конечно. Кидыш лайла, кодом ли квод йом, улика вод лайла, что самое важное, если есть деньги, купить вино на кидыш для ночи, да, если в остальном у него останется только деньги на то, чтобы поесть хлеб немножко вечером, немножко утром, да, и не будет денег на какие-то явства, то главное, чтобы были деньги хотя бы на кидыш. Видите, как они бедно жили, им приходилось буквально вот такие вот дилеммы у них были, решать вопрос, на что потратить деньги. Еще в других местах обсуждается насчет субботних свечей, что они важнее даже, чем кидыш. Если нет денег на то и на другое, то чтобы был, как говорится, мир в доме, чтобы было светло, а они не спотыкались в потемках, то тогда разрешается даже, то есть следует потратить даже последние деньги на свечи. Баруха шеф, у нас сейчас такие вопросы не возникают. И на этом я сегодня закончу. Урок посвящался для выздоровления и полного здоровья. Лилифош, лимашель, ахуба батасиа, вихоли сраиль.